Татьяне Федоровне Шиминой 70 лет. Из-за болезни колени женщине назначили курс лечения в стационаре. Подниматься в гору на Маслихе ей тяжело. Боль в ногах и возраст дают о себе знать. Приехав первый раз на процедуру на такси, Татьяна Федоровна столкнулась с неприятной ситуацией. Сторож не хотел пропускать машину на территорию больничного городка. Поэтому я и боялась сегодня ехать. Говорю, если опять будет скандал. А я не дойду. Гора вон какая, я не дойду. После переговоров со сторожем женщину все-таки пропустили, но посоветовали уладить эту проблему в справочной службе. Она мне сказала, вы вызовите такси, запомните номер такси, а он у меня никак еще не вспоминается. Потом позвоните мне, а потом я позвоню на это, на проходную. Это что ж такая за система? У меня вот направление есть. Вот, пожалуйста, я еду на лечение, я его оплатила к травматологу, к Жафарову. Что еще надо-то? Как нам пояснили в КБ-50, усиленный пропускной режим ввели из-за того, что на территорию стало проезжать много посторонних машин, которые мешали проездам скорой помощи, а пациенты больницы жаловались на шум. Въехать на территорию на машине могут представители обслуживающих организаций. Кроме того, есть список пациентов, которым необходим гемодиализ. Их пропускают без проблем. Для жителей города, которые не входят ни в пропуска, ни в списки, вот разовые такие заезды, у нас разрешается, например, для доставки больного в приемный покой. Здесь есть определенная сложность, охранник не может определить, он на самом деле больной или не больной. Но, как правило, пропускают. Для сравнения, в 2015 году зафиксировано 1400 проездов в приемный покой. В 2019 году более 2200 граждан смогли проехать туда на машине. Что касается других отделений, без проблем проезжают люди с ограниченными двигательными функциями и пациенты, которым надо попасть на КТ или МРТ. Пропустят также родители, которые везут ребенка в приемный покой или на процедуру в стационар. На КПП каждый день подают пофамильные списки тех, кому разрешен въезд. При этом пропускать будут и тех, кто едет на такси. Есть такие случаи, мы пофамильно тогда делаем, потому что охранник должен, по сути, подойти к такси и спросить, куда едет. Ему должны четко ответить. Я по списку, фамилия такая-то, разрешение дено на определенные сроки. Каждую ситуацию по непропуску или незаконному проезду на территорию разбирают индивидуально. Полный перечень тех, кому разрешен въезд на территории больничного городка, опубликован на сайте КБ-50. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.